всем привет всем привет сегодня у нас новое видео по мета саундом и в данном ролике мы с вами научимся получать обратную связь от мета саунда запрограммируем blueprint барабанной установки который будет анимирует барабаны в зависимости от установленного мета саунда барабаны я сам смоделил поэтому они также будут доступны в репозитории давайте сразу продемонстрирую как это будет выглядеть и также для закрепления материала создадим дорожку основной темы терминатора здесь имеется небольшая тонкость поскольку размер композиции не 4 четверти а 3 четверти это также разберем и в качестве бонуса будут также ударные носом смотр с металлики все мы с вами запрограммируем абсолютно с нуля в блюпринтах будет интересно поэтому просьба поддержать лайком подписаться на телеграм-канал чтобы быть в курсе последних новостей также кого имеется возможность поддержать на патреон или бусти буду крайне признателен и по традиции баннер с патронами верхнего уровня огромное вам спасибо а мы с вами начинаем лекцию всем приятного просмотра и так предыдущем уроке мы с вами разобрались драм-машинами с ударными и написали ритм секцию для трека блюр сонг ту ударный а также обновил из архива который находится вики и положил их в директорию assets drums и библиотеке сэмплы всех основных ударных для нового урока я уже подготовил карту которая абсолютно пустая и также смоделировал в анриле простенькие модели ударных которые находятся в директории lesson 3 основной класс в котором объединены все ударные называется драм-сет и выглядит это следующим образом то есть очень простенький сетап который мы с вами по сути рассматривали в предыдущем уроке то есть абсолютно один в один каждый барабан это отдельный блюпринт например можно открыть floor drum и барабан просто состоит из нескольких static мешей в основном это все цилиндры то же самое например бочка кик драм и имеется базовый класс бипи драм от которого наследуются каждый барабан а самый главный класс драм-сет состоит из компонентов child actor of каждый из которых спаунят определенный блюпринт property в котором установится тип называется child actor класс и данную барабанную установку можете смигрировать свой проект если вы проходите курс по мета саунд в общем сетап абсолютно пустой давайте начнем программировать и сейчас вам напишем логику которая будет анимировать наш барабанную установку в зависимости от событий мета саунда и первое что нам необходимо сделать это собрать все ударные в некую коллекцию и мы с вами будем использовать тип данных ассоциативный массив темы то есть структуру данных ключ значения давайте создадим новую переменную секции wear balls нажимаем на плюсик и назовем член класса drums ключ в нашем ассоциативном массиве будет иметь тип string панели details указываем что наш член класса это мап значение в нашем мэпе будет иметь тип указатель на базовый класс бипи драм от которого наследуются все блюпринты ударные и на begin play добавим каждый барабан в нашу мэпу у класса тимэп имеет специальный метод который называется от и именно он добавляет в контейнер пару ключ значения и прям пойдем по дереву компонентов сверху вниз чтобы ничего не забыть первым у нас идет хай-хэт ключ это просто строка поэтому вводим хай-хэт далее вытягиваю компонент хай-хэт и нам необходимо получить указатель на бипи драм для этого необходимо воспользоваться методом компонент который называется child actor он возвращает указатель на базовый класс актером а нам необходимо сделать каст классу бипи драм также можно преобразовать ноду к пьюр каст модем но валидно здесь можно не проверять поскольку мы точно знаем что наши акторы это акторы бипи драм и передаем указатель на бипи драм в метод от в качестве значения все ноды можно скопировать и аналогичную процедуру необходимо будет проделать для каждого барабана далее у нас идет с вами хай-хэтом вытаскиваем его на граф при копировании кстати пьюр каст не сохраняется необходимо конвертнуть еще раз а в ключ давайте запишем что это том-1 помним да из предыдущего урока что это просто еще одна вариация название барабана хэтом далее у нас идет флор том можем назвать просто floor на самом деле по-хорошему для ключа можно сделать дополнительный и нам и использовать его они строку но как мы скоро увидим придется то делать конвертацию строки вы нам в общем пренебрежем и нам в данном уроке и так я продолжаю заполнять наш ассоциативный массив напоминаю что лоу том это том-2 на самом деле ноду можно заменить прям драгом дропом оп и последний барабан это с нейр итак все барабаны добавлены в ассоциативный массив получилась такая колбаса си плюс плюс это конечно было бы более элегантно но на курсе помню это sound мы с вами немного пренебрегаем си плюс плюс в целом это ок далее давайте подготовим необходимую анимацию для наших барабанов анимируем данном уроке будем материал барабана целом можно добавить и анимацию например скейла то есть например немного увеличивать его размер когда он активный и давайте сделаем следующую вещь например я на клавиатуре нажимаю на enter и при данном событии проигрывается анимация например у барабана floor то есть указатель на blueprint мы можем достать из нашей мэпы по ключу флор и вызвать некий метод актора который будет проигрывать анимацию напоминаю что каждый барабан наследуется от базового класса бипи драм поэтому данный метод мы можем добавить базовый класс переходим на и вен граф и давайте создадим кастом и события который назовем play сейчас ним поработаем пока что оставим его пустым и и теперь данный метод базового класса мы можем вызвать при нажатии на клавишу enter это мы с вами пока что для теста делаем чтобы настроить анимацию со звуком будем работать совсем скоро при активации барабана мы с вами будем анимировать материал барабана поэтому в базовом классе бипи драм создаем член класса который назовем драм материал и данным член класса выставим тип материал instance dynamic то есть динамический материал переходим в наследника floor drum на и вен граф и у данного барабана будем анимировать материал который находится у статик маша floor drum этот материал имеет черный цвет создадим динамический материал вызываем метод create dynamic материал instance у компонента floor drum функция возвращает указатель на dynamic материал и данный указатель мы с вами записываем член базового класса драм материал материал я также заранее подготовила не супер простые по сути просто цвета имеется материал instance drum main и также основной материал драм мастер у которого единственный параметр это колор находится все материалы в папке материал данному третьему уроку имеется материал instance синенький который также наследуются от драм мастера металлический материал который используется для железок тут только цвет и параметры rough нас и металлик я поднастроил и также отдельный материал который называется пак данный черный материал используется для коннекторов то есть имеется joint сферы и также joint шайбы закрываю все ненужные вкладочки возвращаемся в класс floor drum и в сорс материал я указываю черный материал который называется drum main все теперь у нас имеется указатель на материал instance dynamic и теперь его мы с вами можем использовать базовом классе бипи драм будем анимировать параметр цвета color материала и и воспользуемся специальной ноды которая называется таймлайн назовем ее color timeline данная нода инкапсулирует некий временной интервал то есть она регистрирует свой тик и выполняется определенное время которое мы с вами сейчас укажем два раза кликаем на данной ноде открывается окно помощник настройки данного таймлайна выбираем новый трек добавляем флот трек дадим имя данному треку например альфа перед нами 2d плоскость по оси абсцисс это время а по оси ординат это значение нашего трека альфа правой кнопкой мыши добавляю ключевой кадр значение времени и альфа по нулям добавляю 2 ключевой кадр и пусть значение альфы будет единица а значение времени например 011 то есть десятая доля секунды и также потребуется еще один ключевой кадр значение времени например 025 а значение альфа 0 то есть альфа изменится за 0 2 секунды от нуля до единицы обратно в ноль также в самом верху видим общее время нашего таймлайна 5 секунд можно его поменять на 025 так 3 ключевой кадр немного съехал вылью должно быть 0 а тайм 025 все теперь порядок также можно сделать сглаживание кривой для этого необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на ключом кадре например выбрать сглаживание юзер и значение альфа будет изменяться плавнее и так мы настроили наш таймлайн возвращаемся на и вен граф и видим что появился параметр альфа то есть у таймлайна время 025 и за это время альфа изменится от 0 до единицы и обратно до 0 и с помощью данного параметра альфы мы с вами будем изменять цвет материала у динамического материала имеет специальный метод который называется set vector параметр value и наш параметр материале называется color изменять данный параметр будем на апдейт то есть по сути на тик нашего таймлайна и также нам потребуется специальная функция которая называется ler это простенькая математическая функция которая позволяет находить промежуточные значения между двумя другими значениями то есть если альфа 0 то мы получаем цвет а если альфа единица тот свет b а если 0503 то какой-то средний цвет и так когда альфа единица пусть будет какой-нибудь красный цвет а когда альфа 0 то цвет будет черный собственно как у нас сейчас есть но это не совсем верное предположение поскольку естественно в материале цвет может поменяться то есть допустим мы захотим дефолтным иметь цвет синий поэтому давайте создадим дополнительный шлен класс назовем его default drum color запишем вот так же при возникновении события play но сделаем это по-хитрому кстати лучше поддать на вход play from start чтобы таймлайн каждый раз перезапускался при возникновении события play добавляю ноду sequence metasound как мы с вами помним тоже имеется данная нода и нам один раз необходимо с нашего драм материала вытянуть дефолтный цвет для этого использую метод который называется get vector параметр value параметр наш все также называется color и записываем возвращаемое значение функции у наш новый член класса дефолт драм полор но не сложно догадаться нам данную процедуру необходимо сделать только один раз поэтому мы можем воспользоваться специальной нодой гейтом do once про нее кстати также упоминал предыдущем уроке когда мы соответствующий триггер рассматривали в мета саундах все сетап готов на самом деле можем уже протестировать давайте запустим игру нажимая enter ничего не работает поскольку необходимо также добавить активацию input а нашему актору драм сету сделать это можно беден play вызываем функцию и на и был input и передаем нулевой плеер контроллер соответствующий пин запускаю игру еще раз нажимаем enter и наша логика сработала то есть при нажатии на enter происходит пульсирующая анимация флор барабан готов но у нас с вами барабанов много поэтому следующий предположим нас будет кик естественно сейчас нас ничего не работает поскольку материал не настроен плюс вылезла куча ошибок давайте перейдем blueprint класс кик драм и на самом деле ноды можем просто скопировать из флор драма поскольку здесь сетап абсолютно такой же на begin play единственное что отличается это компонент статик меша у данного блюпринта он называется кик по идее это все что нужно сделать давайте проверять до бочка работают следующий барабан пусть будет хайтом в буфере у меня находится ноды созданием динамического материала вставляю на begin play и подключаю меж том далее барабан low том все то же самое и меж называется том далее барабан с нейр меж называется с нейр и остались тарелочки крэш драм здесь имеется небольшое отличие поскольку необходимо передавать другой материал который металлический будем анимировать материал на данном статик меша называется он диск один а материал называется м метал так только почему-то имя параметра неправильно единица а должно быть такой же колор на раз случайно переименовал то есть глобально то же самое создаем динамический материал только другой вожу в поиски металл вожу в поиски металл райд статик меш называется также диск 1 и материал металл. И остались последние железки, хай-хэт. И особенность данного барабана заключается в том, что у нас здесь две тарелки, верхняя и нижняя. И хотелось бы их анимировать обе. Вставляю диск 1. Материал металл. Итак, динамический материал уже создан. И во второй меш мы просто можем установить данный динамический материал с помощью метода setMaterial. Материал у нас там 1, поэтому индекс элемента 0, а указатель передаем в pinMaterial. Так, с настройкой анимации закончили. Давайте проверим, например, барабан райт. Запускаю игру. Нажимаю Enter. И наша тарелочка пульсирует. Ну что, теперь мы с вами можем переходить опять к звуку. И давайте создадим дополнительный компонент в нашем блюпринте Drum Set, который будет отвечать за звук. То есть нам необходим аудио компонент. Панели Details, Property Sound. Укажем MetaSound. С предыдущего урока наши барабаны для композиции Blur. То есть наши барабаны также будут отвечать и за звук. компилируем блюпринт. Давайте протестим. Окей, работает. И мы с вами буквально в одном шаге, чтобы наша барабанная установка работала абсолютно автономно. Переходим на Event Graph. Активацию инпута можем уже удалять. Итак, что же нам нужно сделать? Нам с вами необходимо каким-то образом подписаться на события Outputы в MetaSound, которые мы с вами даже уже видели в предыдущих уроках, но пока с ними не работали. И фишка в том, что мы все Outputы в MetaSound назовем аналогичным образом как названы ключи в нашем ассоциативном массиве Drums. Поэтому я делаю цикл по всем ключам. И сейчас вообще основной момент всего урока. У MetaSound имеется специальный Singleton класс MetaSound Output Subsystem, с помощью которого можно зарегистрировать колбэки на Outputы MetaSound. Делается это с помощью специального метода, который называется Watch Output. У Meta это несколько параметров, которые у нас уже все с вами есть. То есть это аудиокомпонент, имя Outputа и также Callback, который будет вызываться при вызове Outputа в MetaSound. Именно Outputов у нас будет совпадать, как я уже и сказал, с ключами нашей мэпы. Output name имеет тип Fname, поэтому стринг необходимо преобразовать в Fname, хотя можно на самом деле и ключи сделать Fname. Это как раз из этой области, что я вначале говорил про Enum. И необходимо зарегистрировать Callback, создадим кастомный ивент, назовем как-нибудь OnOutput, и в сигнатуре Callback также имеется переменная Output name. То есть при возникновении Output события в MetaSound, мы с вами должны запустить анимацию соответствующего барабана и весь код, который нам нужен для этого, мы с вами уже написали. Enter можно удалять. Вставляю ноды, ищем в нашей мэпе соответствующий ключ и проигрываем анимацию в соответствующем блюпринте. Можно, конечно, проверить, что блюпринт найден, но такая проверка может понадобиться, если только кто-то удалит ключ из нашей мэпа. В данном конкретном случае она не обязательно. На этом с классом DrumSet мы с вами закончили. Новое знание для нас с вами здесь это MetaSound Output Subsystem и нода Watch Output. Но, как несложно догадаться, ничего у нас с вами пока не работает, поскольку мы не настроили Output. Давайте этим займемся. Переходим в MetaSound, который мы с вами создали в предыдущем уроке. Глобально у нас имеется один Output, который выводит звуковой сигнал. Также по умолчанию создается Output Onfinished, но мы его с вами удалили, убрав интерфейс OneShot. Я могу создать свой собственный Output, назвать его, например, HiHat и установить тип Trigger. То есть я не значение хочу выводить, а событие. И теперь данный триггер можем вызвать из MetaSound, а конкретно при старте звука HiHat. То есть на событие OnPlay WavePlayer. Давайте проверим. Все работает. И такую процедуру нужно сделать для всех барабанов, которые мы с вами используем. Создаем новый Output. Далее у нас с вами идет Tom2. Меняем тип на Trigger. и вызываем также на OnPlay. Можем быстренько проверить, что у нас добавился новый барабан. Да, это самый частый барабан в данной композиции, поэтому он пульсирует достаточно быстро. Добавляю следующий триггер. Это у нас Snare. вытаскиваю на граф. Проверяем. Следующий Output нужен для High Tom1. Проверяем. А теперь самое интересное это триггер для ударов Kick. Напоминаю из предыдущего урока у бочки самый сложный рисунок. И у нас имеется проблемка. То есть нам необходимо вызывать данный триггер каждый раз, когда мы запускаем вейвплеер Kick. Но в Metasound нельзя создать копию ноды Out. И также напрямую два вента нельзя подключить в ноду Out. То есть если мы подключаем другой вавплеер, то предыдущая нитка удаляется. А нам необходимо подключить аж 7 вейвплееров, которые вызывают звук Kick. Здесь нам специальная нода, которая называется Trigger Any. Можем выбрать версию семью либо восьмью пинами. И данная нода работает следующим образом. Pin Out будет срабатывать каждый раз при срабатывании одного из входов. То есть мы можем все вавплееры подключить в InPin ноды Trigger Any. На нечетное срабатывание у нас три удара, а на четное четыре. Подключаю все вавплееры. Да, все равно, конечно, паутина страшная получается, но с этим ничего не поделать. Если кто знает, как это улучшить, пишите в комментариях, обсудим. Все, все удары бочки подключили в output kick. Работает. есть мы с вами полностью завизуализировали барабаны в зависимости от событий мета-саунда. То есть логика блюпринта зависит от звука. И кстати, да, барабанов, которым мы можем проигрывать намного больше. То есть в данной песне задействовано всего пять барабанов. В предыдущем уроке в Songster также был комментарий, что на самом деле хай-хэт в данном треке можно взаимозаменять барабаном флор. Давайте попробуем это сделать. Скопирую ноды хай-хэта. Будем проигрывать барабан флор. Ассет называется флор, он же том-3. Нам потребуется дополнительный output флор. И как все остальные output вызываемого при событии onplay wave плеера и заменим хай-хэт на флор. И все должно сейчас автоматически завестись в нашем блюпринте drumset. Давайте проверим. да, вместо хай-хэт играет флор и звучит вполне себе неплохо. Кстати, можно данный выбор более аккуратно сделать. Напоминаю, что имеет специальный триггер, который называется trigger select. Подключаем флор и хай-хэт и в зависимости от индекса будет проигрываться либо флор, либо хай-хэт. А индекс эти тоже можно вывести в параметры и управлять им динамически. Давайте финальный тест. Давайте немного прокачаем наш блюпринт drumset, добавим tax-renderer component, в котором будем выводить имя метасаунда, который проигрывается данными барабанами. Добавляю component tax-renderer, поместим его повыше над ударными, необходимо его повернуть на 180 градусов и центровку сделаем по центру. И также placeholder text поменяем, назовем song name. И давайте выведем имя нашего метасаунда в данный tax-renderer. Переходим на event-graph. Делать это будем естественно на begin-play. Во-первых, мы с вами установим метасаунд в компонент аудио с помощью дополнительного property, которое можно изменять для инстанса данного блюпринта. Добавим член класса, назовем его song. Член класса будет публичный, меняем ему тип на metasound source и подставляем в параметр метода setSound new sound. Далее у компонента text-renderer необходимо вызвать метод setText, а текст получим с помощью специальной функции, которая называется getDisplayName. Данное значение подставляем в параметр value метода setText. Переходим на карту. Так, звука нет, текста нет, поскольку мы не указали property song. в панели details указываем наш metasound blur. Это работает. Далее давайте сделаем следующее. Будем активировать наш аудио компонент, то есть запускать звук, если актор подошел к нашим барабанам, а если персонаж уходит, то звук будем останавливать. для этого создадим коллизию, добавляем компонент box и установим property box extend каким-то значением, так только я переборщил, пусть будет например 150, нажимаем правой кнопкой мыши на компоненте box add event и выбираем on component begin overlap и также on component end overlap то есть первое событие возникает когда какой-то актор пересекает данный бокс, а второе когда актор прекращает пересекать данный бокс. Небольшую проверочку добавим, что актор который пересек должен быть чарктером, для этого используем шаблонную ноду из э и если это так то мы запускаем звук для этого достаточно вызвать специальный метод у компонента который называется activate и абсолютно симметричная логика при возникновении события end overlap разница только в том что нам необходимо вызвать другой метод который называется deactivate и также по умолчанию давайте деактивируем компонент аудио для этого необходимо в пропертиах найти property auto activate и установить его в false давайте проверим что у нас получилось запускаемся все по дефолту звука нет давайте все-таки поменяем тип ключа у нашей map drums чтобы не было двойного преобразования и стринга в фнейм и обратно заменяю стринг на фнейм нод на самом деле не обновились это может сделать правой кнопкой мыши и в меню выбрав refresh notes так с нодой цикла скорее всего это не сработает поскольку шаблонная нода она была уже инстанцирована давайте заново loop создадим for each переподключаю пины и старый loop можно удалить и конвертация нам больше не нужна поскольку наш ключ также F name ноду fine также можно обновить конвертацию удаляю и ноды добавления в наш ассоциативный массив также нужно обновить refresh notes можно выделить все все готово еще с одним моментом я перемудрил переменная song нам на самом деле не нужна поскольку мы можем напрямую в компоненте аудио устанавливать property sound поэтому я член класса song удаляю и удаляю вызов метода set sound аудио компонента а имя ассета мы можем достать из property sound аудио компонента с помощью метода get sound так намного лучше и у блюпринта на сцене необходимо указать нужный нам мета sound давайте проверим что ничего не сломалось давайте создадим еще один метасаунд в котором запрограммируем ударные из главной темы к терминатору я копирую метасаунд блюра вставляю его в директорию lesson3 и назовем скопированный метасаунд терминатор открываю ассет и давайте его полностью очистим кроме той части где мы с вами настраиваем бпм то есть разбиваем композицию на доли я честно говоря не знаю метода кроме копирования как это можно сделать более элегантно то есть понятно что разбиение бпм это какая-то стандартная штука но так как наследования нет у метасаундов то бпм мы просто не можем убрать в какой-то родительский класс поэтому настройку бпм придется ручками всегда добавлять возможно в дальнейшем появится какой-нибудь метод это можно инкапсулировать метасаунд патч но переменные разбиения далее все равно придется создавать и так я блюприн полностью почистил оставляю переменные долей и также наши выходы для барабанов то есть output триггера и вначале давайте просто проверим что наш барабанный сетап работает с каким-то другим метасаундом создаем например trigger repeat и будем каждую четвертую долю проигрывать бочку устанавливаю wave asset kick вывожу цифровой сигнал в out mono и также на onplay добавляем trigger kick давайте послушаем наш простенький метроном перехожу на нашу сцену и просто скопируем блюпринт барабанной установки и в новом блюпринте в аудиокомпоненте укажем наш новый метасаунд терминатор и давайте проверим что все у нас работает все корректно каждая барабанная установка визуализирует отдельный метасаунд давайте перейдем в songster в предыдущем уроке мы с вами разбирались с данным веб приложением в предыдущем уроке у нас все было просто у нас был размер 4 четверти напоминаю что 4 четверти означает что в одном такте помещается 4 четвертных ноты и они также могут дробиться пополам и тогда получаются восьмые то есть все кратно двум и это самопулярный размер то есть большинство мировых композиций созданы с использованием данного размера 4 четверти и так я открыл дорожку терминатора давайте послушаем как она звучит все барабаны мы с вами прописывать не будем только вступление поскольку их достаточно много хотя работа чисто техническая то есть думать особо не надо и первое на что стоит обратить внимание что размер у данного трека другой то есть три четверти это означает что в каждом такте помещается не 4 четвертных ноты а 3 четвертных ноты то есть 1 и 4 меньше то есть такте у нас 1 четвертная нота 2 четвертная нота и 3 четвертная нота которая на самом деле пустая там ничего не играется а далее каждая четвертная разбита еще на 4 доли то есть мы здесь с вами получаем 16 и также дополнительная информация что в нотной грамоте 16 обозначаются двумя линиями и вики к нашей текущей лекции лекции номер 3 на странице я добавил шпаргалку если кому интересно то есть 16 ноты две полоски у восьмых одна полоска и если открыть песню блюр то видим что здесь действительно восьмые но это мы с вами и так знаем из предыдущего урока также обращаю внимание темп трека 80 сейчас все это выставим и на самом деле основное с чем нам нужно разобраться это как настроить размер 3 четверти в нашем метасаунде именно поэтому я выбрал данный трек с данным размером чтобы это продемонстрировать и на этом тему с ударными мы по сути полностью с вами закроем и так возвращаемся к метасаунд и как мы с вами только что поняли нам потребуется дополнительно 1 16 доля поэтому копируем ноду bpm 2 seconds подключаем ее в input bpm необходимо разделить целую ноту на 16 и запишем ее в какую-нибудь переменную и зададим имя по нашему паттерну единица 2.16 bpm у темы терминатора 80 поэтому выставляем в нашем input данное число итак как же нам получить три четверти на самом деле лучше всего сначала посмотреть как получить четыре четверти то есть они у нас по сути уже есть я открываю предыдущий метасаунд с блюром и параметры нашей основной доли выставлены оба в единицу что по сути отвечает за интервал одной целой ноты данный интервал мы можем поделить на 4 то есть использовать четвертные ноты и умножить на 4 то есть мы используем 4 четвертных ноты то есть мы умножаем на 4 и делим на 4 поэтому данная запись абсолютно эквивалентна записи с параметрами единицами но на самом деле лучше даже оставить 4 четвертых поскольку так более семантически верно и для того чтобы получить интервал 3 четвертных ноты нам необходимо целую ноту поделить на 4 и умножить на 3 вот и вся магия а другие интервалы естественно не меняются единственное переменную можно по-другому наверное как-то назвать не единицы а начало такта и давайте запрограммируем тему с терминатора и так мне нужно начало такта там делается первый удар но давайте вернемся в сонгстер и посмотрим на рисунок и так удар идет на первую долю ждем 1 16 удар ждем 2 16 или 1 8 удар давайте пока что это реализуем а потом к 2 четвертной вернемся и так у нас удар на первую долю далее ждем 1 16 добавляю delay подключаем interval 1 16 добавляю kick далее ждем 2 16 то есть либо 1 16 умножаем на 2 либо используем 1 8 и после этого еще один удар бочки и давайте вторую четвертную реализуем то есть мы с вами ждем еще 1 8 и 1 16 еще 2 удара надо добавить 1 это 1 8 а 2 1 16 я сейчас ошибся ставлю одну четвертую но совсем скоро мы это заметим так теперь все необходимо замикшировать используем моно миксер с 8 пинами включаю все сигналы ввожу глобальный аут и триггер кик необходимо вывести для этого используем триггер и не после каждого события он плей в в плеера и перенаправляю триггер и не в глобальный кик давайте послушаем что у нас получилось получилось что-то не совсем то и как я говорил я ошибся в одной из долей не одна четвертая а одна шестнадцатая слушаем еще раз теперь звучит правильно давайте еще на сцене проверим работает но на самом деле там поинтереснее рисунок то есть на самую последнюю бочку бьется еще снейр и крэш давайте их добавим то есть это на самый последний удар бочки добавляю снейр ввожу его в наш миксер и также output триггер добавляю еще крэш одновременно бьется давайте добавим копирую в ф плеер устанавливаю крэш вывожу в миксер так у нас кстати output крэша нет в мэпе мы так назвали crash да все правильно давайте добавим output trigger crash тип trigger и добавляю и добавляю на play давайте немного потише crash сделаем для этого у крэша в миксе я уменьшу гейн например 0,3 смотрим смотрим как это выглядит на сцене барабан конечно не из платного пака который использовал в предыдущем уроке но тоже ничего зато бесплатно кто хочет может где-то кто хочет может где-нибудь в интернете поискать мощный пак для учебных целей и так данная тема на самом деле играется первые четыре такта далее идет усиление а потом еще одно усиление там наваливаются различные сбивки барабанны давайте еще раз послушаем я полностью его сейчас повторять не буду единственное в фоне добавлю первое усиление кто хочет может полностью сделать алгоритм как-то делать понятен итак я добавил вторую часть в репозитории данный метасаунд будет первое это то что мы с вами только что сделали а вторая начинается после четвертого такта там дополнительные ударные бьются snare и томы также бьются на самом деле здесь всего две ноды используются это trigger delay и также wave player в предыдущем уроке мы с вами достаточно подробно все это рассматривали итак давайте посмотрим как это звучит на сцене ну то есть после четвертого такта появляются дополнительные удары так же в качестве бонуса я добавил еще один дополнительный метасаунд который будет доступен в репозитории это начало ударных треку на солнце металлики здесь заметьте размер 6 восьмых то есть в одном такте 6 восьмых нот и это можно сразу видеть 6 нот и одна полоска означает восьмую ноту давайте послушаем ударные еще один кстати известный трек нашел у которого 6 восьмых это the house of the rising sun можете также потренироваться и и конечно же все ссылочки будут вики давайте послушаем но санас матрас абсолютно то же самое размер указан в первой доле 6 восьмых метасаунд можете потом поизучать здесь все так же как и в других треках и давайте добавим еще одни барабаны копирую блюпринт и в аудио компоненте выставляю метасаунд на основном с матрас также на самом деле небольшой порядок в директориях навел то есть метасаунды к текущему уроку будут находиться в директории лэссом 3 а барабаны так как они более общий я убрал директорию метасаунд и так мы с вами сегодня создали блюпринт который полностью управляется метасаундом и на самом деле можно даже какую-нибудь игру сделать или симулятор игры на барабанах все ингредиенты у нас для этого имеются видео подходит концу всем огромное спасибо за просмотр не забывайте подписываться ставить лайки комментировать увидимся в следующем видео всем пока